Сегодня ученикам 19-й школы выпала возможность прикоснуться к истории и услышать рассказы о страшных днях войны из первых уст. К ним в гости пришли те, кто пережил 900 дней блокады Ленинграда. Когда началась Великая Отечественная, Галине Сидоренко было чуть больше двух лет. Коренная ленинградка, все 900 дней той страшной блокады она прожила в городе. На ее глазах от голода умирали мама и дедушка. Была у меня мама, которая умерла от голода в 42-м году. Ей вообще было только 23 года, мама умерла. Оставалась я с ее отцом, дедушка мой. Он не ушел на войну, так как воевал в финскую и был без ноги, поэтому он был дома. Я оставалась с ним, но он тоже в 42-м году умер. И как бы я у него была на руках, и меня уже из мертвых рук деда вытащили. Тогда за время осады в Ленинграде погибли более 600 тысяч мирных жителей. От голода, обстрелов, болезней. Сейчас в Череповце живут более 200 свидетелей тех страшных событий. 198 блокадников и 51 человек, участвовавшие в обороне города. И сегодня они делятся своими воспоминаниями с череповецкими школьниками. Ну, самое главное, наверное, чтобы у ребят что-то дрогнуло в сердце. Чтобы они поняли, что это наша история. Потому что каждая семья все равно имеет что-то связанное с Великой Отечественной войной. Поэтому наша задача у них – это затронуть струны их души. Ветераны и блокадники проводят встречи не только с обычными учениками. Впервые в этом году они пришли к ребятам из отряда юных разведчиков в воскресную школу. У этих ребят, у юных разведчиков, это первая встреча. И то благодаря тому, что у нас при храме в этом году работает социальное служение. И мы захотели привлечь секцию блокадников к тому, чтобы дети наши узнали о блокаде побольше. И вообще помогли, может быть, чем-то даже в будущем развилась эта дружба. Не было муки. Она была более легендой, чем были, с лебедой, смешанной с пылью, черной, но все-таки бела. Юные разведчики загорелись идеей создать книгу воспоминаний тех, кто прошел через огонь и лишение войны. Ведь с каждым годом этих людей становится все меньше. У нас такая идея есть записать воспоминания ветеранов, побольше узнать, может они что-нибудь вспомнить интересное такое. Собрать эти записи в один архив и оставить у нас, чтобы как-нибудь так в один прекрасный момент открыть и прочитать то, что они нам рассказали. Возможно, это будет в будущем очень даже важный архив. 27 января в Череповце вспомнят те 900 дней, которые разделили жизни тысяч людей на до и после. На воинском мемориале минуты молчания почтят память недоживших до 68-й годовщины снятия блокады. Юлия Моцина, Сергей Меншаков, информагентство «Череповец». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...